Продолжение следует... 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 Появилась милиция... Она продвигается вперед, разгоняя манифестантов... Продолжение следует... 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 Этот репортаж – один из примеров нашей работы. Впоследствии он был отправлен на международные фестивали, но мы также освещали и другие стороны происходящего в Киеве. Например, жестокое нападение на милиционеров. Их закидывали камнями и таранили бульдозерами. Любой корреспондент из России или другой страны, который был тогда на Майдане, знает, как там было опасно, потому что насилие исходило с обеих сторон. Но ведущие западные СМИ об этом не пишут. Другой пример – то, что происходило на востоке страны еще до того, как он попал в центр внимания. Это сейчас событие там – основная тема для всех СМИ. Мы же были там в январе, когда протестующие выступали против происходящего в Киеве. И снова это невозможно было увидеть на ведущих телеканалах. И это отвечает политике, согласно которой, если ты показываешь что-то, что другие не хотят показывать людям, это называют пропагандой. Это и происходит с РТ.